Приветствую вас, уважаемые телезрители, в эфире телевизионное и пархиальное обозрение. Одесса скорбит за асхиархимандритом Ионой Игнатенко, одним из известнейших старцев современности. Напомним, отец Иона скончался 18 декабря в Свято-Успенском мужском монастыре после продолжительной болезни. Многие верующие православные и не только верующие знают или слышали это имя. Отец Иона удивительный старец, который долгое время был всем знаком, как один из монахов и духовник Одесского Успенского монастыря. Монахи помнят, как каждое утро недалеко от келии возле ворот монастыря собирались люди, которых могла быть не одна сотня, в надежде, что он выйдет и побеседует с ними, несмотря на свои болезни и проблемы со здоровьем, которые он испытывал. Отец Иона родился в 1925 году в многодетной семье, он был девятым ребенком. Вынужден был работать с юных лет. Уже в годы Великой Отечественной войны в тылу он трудился на оборонном предприятии. Потом был трактористом, шахтером, а также работал на нефтяных промыслах. Ближе к 40 годам заболел туперкулезом, а потом вдруг пришел момент, когда понял, что все. «Жить так нельзя, пора душу спасать», – рассказывал старец своим духовным чадом. История его чудесного исцеления от страшной болезни до сих пор передается из уст в уста среди верующих. Будучи в больнице и видя, как вокруг умирают от этой болезни, он поклялся Богу, что если Господь исцелит, то он пойдет в монастырь. И было будущему старцу видения Пресвятой Богородицы, которая указала ему на Одесский Свято-Успенский монастырь. С тех пор Отец Иона находился в монашеском постриге. Позже он принял Великую Схиму, стал сьерхимандритом. Последние несколько лет прославленный целитель боролся с раком позвоночника, пока болезнь не взяла свое. То, что он прожил так долго с таким тяжелейшим диагнозом, можно считать чудом, говорят в епархии. Отец Иона лечился в лучших клиниках в Одессе и столице. Год назад медики выписали его из больницы, сказав, что уже не могут помочь. Но, несмотря на неутешительные прогнозы, Бог подарил ему еще целый год жизни. Весь этот год, как, впрочем, и всю свою жизнь, батюшка помогал людям, до последнего принимая верующих. Выслушивал, советовал и беспрестанно молился за них перед Господом. Молитва очень решает человеку, дает подкрепление. Только молитва, потому что надо сверва молиться, а потом трудиться. Господи, поможи, а сам не лежи. Человек должен трудиться и молиться, а в игры никакие нельзя вступать взрослому человеку. Дети играют, а взрослому нельзя вступать. Старец не делал различия между богатыми и бедными, между высокими чинами и простыми работягами. Двери его кельи одинаково открывались передо всеми, а слава о великом служителе гудела не только по всей Украине, но и далеко за ее пределами. К отцу Ионе очень часто приезжал Виктор Янукович, генпрокурор Виктор Пшонко, многие другие руководители государственного масштаба, которых он наставлял духовно. Говорят, к отцу Ионе прислушивался сам патриарх московский в Сиярусе Кирилл. Веры и духовной мощи старца хватало на всех. Он наставлял многих сегодняшних наместников монастырей и настоятелей храмов Одещины, как духовник Свято-Успенского монастыря исповедовал всех тамошних братьев. Душа моя, душа моя, под что ты стишь? Конец приближается. Войми, да пощадить тебе Господь Бог, везде сей и ся исполняет. Душа моя, душа, что ты стишь? Конец приближается. Надо молиться, надо трудиться, надо доброе дело и просить у Бога помощи. Бог, да, просите, да, она будет вам, ищите, обрящите, стучите, отверзится вам. Да, только так, значит, мы можем с Богом, значит, и защитим море, а без Бога не до порога. Уход Отца Ионы – огромная потеря для Церкви, для всей митрополии, для всех верующих. Когда уходят такие люди, кажется, что земля опустела и осиротела. Но нам после ухода Батюшки остается та вера, которую Он вселил в души людей, которых любил истинной Христовой любовью. А еще остается Его совет духовным чадом на самый частый вопрос. Отец Иона, как мне поступить? Делай по сердцу. Всех благословляем наш город, чтобы он был весь спаселся и пришел в разум истинный и наследовал Царство Небесное. И запели «Христос в откресе! Христос в откресе! Христос в откресе! Христос в откресе!» По благословению Высокопреосвященнейшего агофангела митрополита Одесского Измаильского гроб с телом особшего с херархимандрита Ионы находился в соборе Святоуспенского Одесского мужского монастыря. По традиции над особшим священнослужителем круглосуточно читалась Евангелие. И все желающие могли попрощаться с батюшкой, посетив Святоуспенскую обитель. Похороны старца были совершены утром 22 декабря после совершения заупокойной божественной литургии, которую возглавил владыка митрополита Агофангел. В этот день со слезами на глазах и с горячей молитвой на устах об упокоении усопшего с херархимандрита Ионы в Святоуспенском патриаршем монастыре собралось великое множество верующих людей. Все мы сегодня осиротели, так как покинул наш мир Духовный Отец не только монастыря, но и многих православных христиан. Это был великий молитвенник и мудрый пастырь. В этот день мы можем увидеть, какое великое множество людей Отец Иона привел ко Христу. Он отказался от мирских сладостей, он проник молитвой, он не спешил к богатству и удобствам. Но он много трудился в посте и молитве, трудился на благо монастыря физически, принимая на себя любое послушание. И этим он обрел благодать от Бога. Всю жизнь он боролся за душу каждого, приходящего к Нему. И даже на болезненном одре он принимал, выслушивал и переживал с каждым, кто приходил к Нему. Он смотрел на наши грехи не с осуждением, но с любовью оплакивал и помогал спасительным советам. И в этот день мы должны особо молиться, чтобы Господь упокоил его в своих небесных селениях, где нет ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь бесконечная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok что нельзя сломить ценности людей, нельзя разрушить историю, как разрушаются камни, нельзя убить любовь в человеческих сердцах. Не случайно этот храм назван в честь великомученицы Варвары. Варвара навсегда сохранилась в памяти христиан. Ее история уникальна тем, что, будучи воспитанной отцом-язычником, Варвара сердцем почувствовала истинность христианского учения. Она приняла крещение, вследствие чего отец отрекся от дочери и отдал ее на расправу городскому правителю. Она возлюбила Бога больше всего мирского, больше своей семьи. После чрезвычайно унизительных и нестерпимых пыток девушка была обезглавлена своим же родителем. Также и этот храм, который строился людьми, любящими Бога, был измучен и казнен и обезглавлен, и разобран по кирпичам до основания. И через множество лет воскрес, для того, чтобы излучать в колокольном перезвоне, в запахе ладана, в треске свечей и в горячей молитве людей свет Христовой любви, которая может растопить самый твердый камень. 18 декабря владыка митрополита Агафангел совершил освящение часовни в честь святого великомученика Георга Победоносца, расположенного на территории измаильского Ро-УМВД, а также совершил освящение колоколов для свято-рождества Богородичного храма города Измаила. Сегодня, когда церковь заняла свое достойное место в обществе и сердцах людей, и теперь без всяких преград может нести слово Господне в мир, все чаще стали появляться храмы и часовни на территориях больниц, пожарных частей, тюрем, военных частей и на территории милицейских отделений. С появлением таких святых островков люди, работающие в этих опасных и ответственных сферах, могут всегда прийти сюда и помолиться, получить поддержку и утешение. Ведь без Бога невозможно ничего сделать на пользу, но если мы делаем дела с Божьей помощью, с молитвой, это дело всегда принесет достойный плод в пользу людям. Как говорил игумен Никон Воробьев, где Господь, там мир, свет, разум, радость, где дьявол, там расстройство, мрак душевный, помрачение разума, отчаяние, готовность на всякое зло. Поэтому невозможно делать добрые дела без Бога, ведь те люди, которые борются со злом, никогда не смогут его одолеть без главного оружия, которое побеждает все злое. Господа нашего Иисуса Христа, который будет изливать благодать свою на этой часовне в честь святого великомученика Георгия Победоносца, которая зажгла свой молитвенный неугасающий свет на территории Измаильского районного отдела Управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области. После завершения богослужения, владыка обратился к милиционерам с архипастерским словом, в котором тепло поздравил всех с этим знаменательным событием. Теперь для каждого будет возможность прийти, получить благословение Божие, просить Георгия Победоносца, чтобы он помогал, был всегда заступником, помощником, шел рядом с теми, кто уходит на выполнение заданий, кто уходит для того, чтобы совершать ответственное служение народу Украины, Украинской державе и Министерства внутренних дел, потому что это высокая ответственность, высокая честь и достоинство каждого из милиционеров, офицеров, чтобы сохранить мир, спокойствие, жизнь защитить граждан, которые всегда ждут от вас этой помощи. В этот же день высокопресвященщий Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил освящение колоколов для свято-рождества Богородичного храма города Измаила. Эти колокола, которые были приобретены на средства прихожан храма, будут возвещать звоном о начале богослужений, своим звучанием будут возбуждать сердца живущих в этом районе к молитве, к Богу. Как в ветхозаветные времена об этом возвещали ерихонские трубы, и подобные ерихонским трубам, которые разрушили город Ерихон, они будут призывать людей к молитве и покаянию, которые разрушают камни греха, которые тяготят наши души. Сегодня случилось в нашем храме историческое событие. Высокопресвященнейший владыка осветил колокола, которые мы привезли из Москвы. Много труда было положено для того, чтобы приобрести эти колокола, чтобы они возвещали милость Божию, призывали каждого из тех людей, которые живут в этой округе, в нашем городе, к молитве. Благодарю всех, кто участвовал, кто помогал нам в приобретении этих колоколов. Благодарю всех, кто присутствовал и сегодня, разделил с нами молитву, в первую очередь высокопресвященнейшего владыка Агафангела, за то, что он отеческой своей любовью пришел сюда и осенил каждого из нас своим архиерейским благословением. Желаю всем много и благого лета. Спасибо, Господи, всех! В свое время отец Павел Флоренский, известный богослов, ученый, поэт, писал «Есть какой-то особый род, род Божией Матери, и к роду этому, к этой своеобразной природе, бывают причастны святые подвижники». На память приходит известный эпизод из «Жития святого Николая», связанный с передачей ему Амафора, самой Царицей Небесной. Это событие позволяет предположить, что святитель имеет прямое отношение к тому особому роду подвижников, о котором и писал известный религиозный философ. Святитель Николай сей своей жизнью свидетельствовал о верности призыву Пречистой быть покровом для рода человеческого. Когда читаешь его жизнь, поражаешься в великой заботе о каждой человеческой нужде, о самых скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он умел плакать с плачущими, он умел утешить и поддержать тех, кому нужно было утешение и поддержка. И вот почему народ, мерликийское паство его так полюбило, и почему весь христианский народ так его почитает. Ничего нет слишком ничтожного, на что бы не обратил бы внимание своей творческой любви. Нет ничего на земле, что, казалось бы, недостойно его молитв и недостойно его трудов. И болезни, и беднота, и обездоленность, и опозоренность, и страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь. Всё нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце. И святитель Николай оставил нам образ человека, который является сиянием Божьей красоты. Он нам в себе оставил как бы живую, действующую икону истинного, настоящего человека. 19 декабря, в день памяти святителя Николая Мерликийского чудотворца, православные Измаила спешили в свято-никольскую обитель, чтобы вместе со своим архипастырем, владыкой митрополитом Агафангелом, разделить молитвенную радость престольного дня этого монастыря. В этот радостный день владыка митрополита Агафангел совершил праздничное богослужение в свято-никольском Измаильском мужском монастыре. Этот духовный рассадник имеет в одно время замечательную, но в то же время страшную историю. Николаевский монастырь принадлежал Афонскому и Каракальскому монастырю. Точное время основания этого монастыря неизвестно. Есть сведения, что Николаевский монастырь, основанный святогорскими монахами, по приказу турецкого султана Селима, был конфискован в казну турецким пашой Мустафой Челеби. В 1499 году он был выкуплен монахами. Грамота об этом событии хранится в Каракальском монастыре. Это есть первое документальное упоминание о Николаевском монастыре. В 1641 году Константинопольский патриарх дарует монастырю ставропегиальное право, то есть определенную самостоятельность в делах. В документах о митрополии есть пункт. О церкви святого Николаев крепости Измаил, где говорится о восстановлении церкви на месте разрушенной. Первая церковь была построена задолго до появления здесь монастыря, и вероятнее была полуподземной, заглубленной в землю. По турецким законам христианские храмы запрещено было возвышать над другими постройками. Наружный вид таких церквей был невзрачный, внутри спускались ступеньки. Интерьер был намного богаче экстерьера. Церковь была отремонтирована и простояла до 1852 года, когда была построена новая, каменная. А на месте старой церкви была сооружена небольшая часовенька, которую время не сохранило до наших дней. Новая церковь была возведена из крепича и оштукатуреном. В 1912 году был проведен капитальный ремонт здания, фрески отреставрированы. В советское время судьба Свято-Николаевской церкви была печальна. Здание было передано к инопрокату, а в 60-е годы перестроено под склад. Уникальные росписи были уничтожены. Лишь в 90-е годы началось восстановление памятника истории. Именно по благословению владыки митрополита Агафангела, игумена Липий был возведен священный сан Архимандрита с ручением ему жезла наместника. Также в этот день сердца жителей города Измаила наполняла несказанная радость, потому что в этот день ровно 160 лет назад была построена каменная церковь в честь святителя Николая. Все эти люди собрались для того, чтобы разделить эту радость, радость, которая наполняет их сердца и сердце отца наместника. Мы видим, как трудами наместника Архимандрита Алипия Свято-Никольская церковь начинает потихоньку восставать из праха. Поражает своей красотой иконостас, который был возвращен в храм из Киева. На стенах появляются росписи и иконы, но главной святыней являются мощи святителя Николая. Пусть и немного пока сделано, но насельники монастыря вместе с наместником трудятся, не покладая рук, каждый час вознося молитвы Богу и святому Николаю. По окончании богослужения владыка митрополита Агафангел выразил слова благодарности отцу Алипию и вручил ему орден святителя Николая. Также владыка поблагодарил всех тех, кто участвует в восстановлении поруганной святыни. Наградами в нашей церкви труды отца-наместника, мэра нашего города, который благожелательно относится к нуждам, решает церковно-государственные вопросы. Для нашей церкви здесь, в Мессарабии, человек высокой духовной культуры, верующий человек, а также членов его команды, всех тех, которые помогают обители, вручить сегодня знаки отличия с пожеланием здравия и спасения, помощи Божией. 20 декабря высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский-Измаильский принял участие в расширенном заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое прошло под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира в Синодальном зале резиденции предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успянской Кивопечерской Лавре. В ходе этого заседания были приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию внутрицерковной жизни. Несколько решений Священного Синода относились и к жизнедеятельности Одесской епархии. Было принято решение о разделении Одесской епархии на две самостоятельные. В соответствии с решением Синода новая епархия Балская и Ананевская образована в административных границах Балского, Ананевского, Кодымского, Савранского, Котовского, Красноокнянского, Фрунзовского, Великомихайловского, Раздинянского, Березовского, Ширяевского, Николаевского, Любашевского, Ивановского районов Одесской области. В составе Одесской епархии остались Одесса, Белгороднестровский, Беляевский, Аведиопольский, Арцисский, Татарбунарский, Саратский, Тарутинский, Килийский, Коминтерновский, и Измаильский, Болградский, Рынийские районы Одесской области. Управлять Балской епархией будет архиепископ Белгороднестровский Алексий, который ранее занимал должность векаря Одесской епархии и наместника Святоуспенского мужского монастыря Одессы. Правящим архиереем Одесской епархии будет по-прежнему митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Наш выпуск подошёл к концу. Творческий коллектив православного проекта «Телевизионное ипархиальное обозрение» прощается с вами. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова